Привет! Просили про тросики, рубашки и их нарезку. Собственно говоря, когда я только начинал заниматься темой, я использовал пассатижи. Именно вот эти пассатижи, это Джонс Вэй. Они уже, если смотреть на отблеск, тут знатно пожеванные, но они использовались именно как профессиональный инструмент для нарезки тросиков и рубашек в том числе. В принципе, со своей задачей они до сих пор справляются отлично, но из-за того, что ими перекусывались иногда не совсем правильные вещи, включая и винты какие-то, бывало и саморезы попадали на зуб. Здесь есть уже пара небольших сколов, которые... Вот на просвет видно, что сколы попадаются. И эти сколы, бывает, попадая где-то между волокон... Всё. То есть я несколько волокон перекусил, а несколько из них осталось. Ну, в общем, пассатижами тросики перекусывать на ура. В принципе, даже рубашку пассатижами перекусывать можно. Ну вот возьмём, допустим, рубашку Джигуайр. Это такой, как бы, тайваньский производитель, в общем, неплохой. И тут надо... Опа! Смысл в том, что надо сделать резкое, сильное нажатие. То есть, ну, видели, да? То есть я просто даванул в ногу. И получается, что мы неплохо такие... Тут достаточно ровный рез. То есть тут важно правильно закрепить рубашку между режущими кромками. То есть не под углом, а ровненько. И чем вы отрежете... Ну, у меня чуть-чуть скос есть. Чем ровнее отрежешь, тем лучше будет. Дальше у нас получается, что она приплюснутая слегонца. Её надо просто немножко разровнять. То есть, в принципе, пассатижи годятся. Но пассатижи должны быть хорошими. Дальше. При нарезке, допустим, рубашек для... Надо, наверное, показать, чем они отличаются. Есть рубашки для переключения. Есть рубашки для тормозов. Я имею в виду механические тормоза. Которые вибрейки. Или механические. Дисковые. Неважно. Рубашки у них вот такую структуру имеют. То есть это навитая такая пружинка. Это шамановская тормозная рубашка. Ну и возьмём рубашку. Это Брандыкс рубашка. Это рубашечка для переключения уже. Джагуайровская. Точно так же сделана внутри. То есть разница, да? Это навитая. Здесь прямые идут полосы. Вот эти прямые полосы, они немножко такие, как бы, видите, там, играют некоторыми оттенками радуги. Это говорит о том, что сталь калёная. То есть усадку она не быстро принимает. И спокойно работает в качестве, скажем, такого достаточно жёсткого элемента. Именно на сжатие. Ну, усилие, создаваемое тросиком, она выдерживает. Тросики, кстати, тоже разные бывают. Они бывают с нержавейки. У них такой чуть более жёлтый оттенок. Бывают оцинковка обычная. Они прям серебристые-серебристые такие. Ну, у оцинковки есть свои недостатки. И бывают, хоть самым, тефлоном покрытые. То есть выглядят они... Ну, вот она у нас, кстати говоря, да. Вот это шимановский тефлон, так называемый. Не знаю, что это у них такое. Ну, полимер шимановский, да, зелёненькая такая. То же самое, шимановская зелёненькая. Вот это трос идёт, скорее всего, жагуайровский. Или, да, шагуайровский по маркировке. Он покрыт тефлоном чёрный. Вот это нержавейка, она желтоватая такая. Самое классное на мой вкус это на зиму тефлоном покрытый тросик, который будет хорошо в рубашке скользить без необходимости использовать смазку. И шлифованная нержавейка практически на круглый год. Там можно использовать немного смазки, она снаружи гладкая. То есть это не шлифованная. Бывает шлифованная, она прям гладенькая-гладенькая. То есть она вообще отлично скользит. И вот это оцинковка. То есть, ну, против нержавейки, вот, видим, да, какой у неё. Она прям такая серебристая. Нержавейка такая желтоватая чуть-чуть. Вот. Это при попадании влаги очень быстро начинает корродировать. То есть она в белый порошок такой. Вот цинк разлагается, да. Когда химическая реакция происходит, и вот продукты разложения цинка этого, продукты химической реакции с цинком, они оседают на внутренней части рубашки. Сейчас мы покажем, как она выглядит с помощью тех же пассатижей. Получится, нет? Вот, кстати. При попытке резать пассатижами тормозную рубашку, чаще всего получается вот такой вот заворот, загиб. Вот, из-за него имеет смысл использовать резаки с таким вот, скажем так, с такой формой ножей с полукруглой. Ими тоже можно запросто сделать такой загиб, но, скажем, с помощью вот этих полукруглых кусачек загиб легко устраняется. Дальше. Бывает необходимо... Так, надо не эту ковырялку. Где-то у меня ещё одна есть вот эта ковырялка, специальная для этой темы. Бывает необходимо после подрезки разровнять внутреннюю как раз вот ту самую трубку полиэтиленовую. То есть внутри рубашки есть ещё одна трубка полиэтиленовая. И как раз когда вот этот полиэтилен засирается продуктами износа, точнее продуктами распада вот этого цинкового покрытия, он перестаёт нормально скользить. Ну, в случае с тормозами пружины возвратные достаточно мощные. Можно просто пролить это всё дело маслом, ну, разобрать, продуть, прочистить, пролить маслом. Снова затолкать туда этот оцинкованный тросик, и всё будет работать. Но в случае с трансмиссией до такого лучше не доводить, особенно если это, допустим, трансмиссия Shimano 9 передач. Там все краешки должны быть ровненькие, красивые, замечательные. Так вот, в случае с, допустим, шлифованным нержавеющим тросом, один раз смазали, и всё, и оно у вас весь цикл своей работы там будет спокойненько скользить, пока туда не набьётся грязь. Так, ладненько. Собственно говоря, вот это мой рабочий инструмент, это уже вторые такие кусачки. Очень они мне прям понравились из-за того, что они прям хваткие, и у них тут всё-всё-всё под рукой. То есть здесь есть вариант для срезания наконечников. Да, кстати, да, про наконечники. Угроблю ради вас один. Ради вас один угроблю. У тросиков есть такая особенность, да, что они, ну, краешек троса, вот, он с завода идёт как бы подваренный, и он не пушится. Но после того, как мы его подрезали, допустим, ну, возьмём вот этими кусачечками, то есть здесь вариантов, чем резать, очень много, да, то есть с одной стороны режущая кромка для тросов, с другой режущая кромка для тросов, да, то есть можно подойти с любого края. И вот это отверстие я использую для... сейчас покажу для чего. То есть вот мы устанавливаем, чтобы вот не происходило вот такого, чтобы не распушался тросик, да, можно элементарно цианокрилат, ну, суперклей, любой, просто капельку, да, он прихватит, он, в принципе, будет держать. Ну, с завода в большинстве случаев многие замечали, на кончиках тросиков, чтобы не пушилось, устанавливаются вот такие вот клубачки. И вот за вот именно вот такой способ зажатия я очень люблю именно вот эти вот кусачки. Они не самые надёжные, если честно, то есть парктулы какие-нибудь будут поживучие. Ну, благодаря вот наличию тут вот этих вот всех фишечек, о которых я сейчас расскажу и покажу, они мне очень нравятся. То есть вот этот зажим является самым надёжным. Вот этот наконечник теперь просто так не соскочит. Есть вариант ещё брать использовать кусачки. Частенько встречаешь, да, там вот так вот зажатые, просто, скажем, одна или два вот таких надкуса сделаны, мягких. То есть ты не до конца обкусываешь её, а чуть-чуть надкус делаешь, и получается тоже держит. Но, честно сказать, не так надёжно. Просто если её потянуть или там зацепить за что-то... В общем, ко мне клиенты, которым я точно ставил наконечники на переключатель, приезжали с отсутствующим наконечником, когда ставилось это дело вот... ну, точнее, ставилось это дело пассатижами. То есть так же вот просто прикусил два раза поплотнее, да, чтобы не развалилась алюмишка, чтобы её не раскусить. Прижал, всё. Вроде нормально. Ну, как показала практика, не так уж надёжно. А вот этот зажим прям вот отличный. Так вот, дырдочка вот эта, кругленькая, замечательная. Я её использую для того, чтобы вот таким вот образом аккуратно отрезать тросик. Всё. У меня ровный рез, ничего не распушилось. Просто фишка, когда её, вот эту вещицу демонтируешь обычными кусачками, бывает, что тросик из-за того, что он был пережат, его всё равно растреплят, и, ну, не всегда хочется менять его, да, то есть иногда он нержавейкий, хороший, шлифованный, то есть менять нужно только рубашку, тросик надо оставить, и длину его укорачивать каждый раз не сильно хочется. В общем, вот это отверстие позволяет обрезать прям вот... ну, вот он обрезает под шляпку, и всё легко, аккуратно на кромке остаётся. То есть, ну, культурненько. Мне нравится, как это всё выглядит. Дальше какие здесь плюсы? Ну, допустим, ситуация, да. Во-первых, при обрезке он не сильно сплющивает, и отверстие здесь уже в полиэтилене немножко осталось. Есть вот такая вот колбочка с иглой внутри, с направляющей. Практически не глядя, благодаря тому, что идёт цилиндр, да, практически не глядя на иглу попадаешь. И сразу всё отверстие внутри развальцевалось. Если показалось, что недостаточно круглая форма, да, после подрезки, есть здесь вот такая вот... вот такой вот паз, который позволяет сделать это дело всё прям совсем кругленьким. По поводу плоскости вот здесь на срезе. Есть колпачки для... так, есть колпачки для... Они почти закончились, эти колпачки. Есть пластиковые колпачки, чисто пластиковые. Где у меня свалка? И бывают всякие изыски. Изыски, изыски, изыски. Ну, возьмём это металлический для тормоза. И вот этот... Это пластиковый внутри с пыльником. То есть у него внутри есть ещё такая как вставочка. Не знаю, есть оно, тут нету. А, он, кстати, нашёлся алюминиевый для трансмиссии. Ну, вот такие вот дела. Здесь нету вставочки. Это вообще новенький здесь лежит. Так, что-то я куда-то потерял его со вставочкой. Ну, в общем, будете верить мне на слово. Там в некоторых наконечниках обычно они идут с тремя... с четырьмя рисками. Во, вот он подходящий. Сейчас мы его разломаем. У них идёт... Во, видишь, какая штучка. Вот это вот пластиковая направляющая такая для тросика. И резинка. Вот эта резиночка – это уплотнение, чтобы попадало внутрь... Под колпачок попадало меньше грязи, меньше воды. Полезная вещица, на самом деле, в условиях, когда много грязи. Но она создаёт трение. То есть эта резиночка, она действительно создаёт трение и мешает тросику скользить. Когда эта девятискоростная трансмиссия, повидавшая жизни, эта резинка реально мешает скользить. И, допустим, со стороны... Если, допустим, ставишь цельную рубашку от монетки до переключателя... Так, это у нас рубашка тормозная. Давай вот эту вот. От монетки до переключателя ставишь цельную рубашку. У тебя используют, допустим, всего два колпачка. То на конец, где будет стоять монетка, ставить защиту от грязи нет смысла, потому что грязь туда практически не попадает. На сторону переключателя, да, имеет смысл. Почему я сейчас говорю про эту тему? Что, когда нет резинки, нет лишнего трения. То есть вот такие вот колпачки, пустые, пластиковые, создают минимум трения. Пластиковые или алюминиевые колпачки. На более дорогих великах частенько можно встретить алюминиевые колпачки и наконечники. Это фетиш своеобразный. Они жесткие, они красиво выглядят. То есть металл все-таки премиум. Чувствуется сразу, что дорого-богато. Но у них есть неприятный нюанс. Все рубашки со временем эксплуатации... Ну, я не знаю, я не встречал тех, у которых оболочка под воздействием, скорее всего, ультрафиолета, да или, может быть, от времени. Она как бы усаживается. И на обоих краешках рубашки появляются вот такие вот... Она начинает выглядеть вот так. То есть вылезают вот эти вот, грубо говоря, волосы металлические. Волосня лезет. Господи Иисусе! Так вот, вот эта волосня в алюминии, она начинает скрипеть. Вот так вот. Скрепеть, хрустеть, когда ты рулем крутишь, она скрипит, хрустит. Если эту же волосню запихнуть в пластик, то у меня ничего не получится. Потому что коротко обрезал. Ну, ладно. В общем, в пластике, естественно, шум просто пластикового гасит. Шума здесь не услышишь практически. Да, будет неточное переключение и регулярное обслуживание рубашек. Даже если их не нужно менять, если в них внутри не набилось влаги, грязи, и вот эта полиэтиленовая трубочка все еще жива и отлично себя чувствует, периодически необходимо снимать рубашки и проверять, как выглядят их торцы. То есть, не появилось ли там вот такой вот ворсы, я не знаю, волос вот этих вот металлических. По поводу обрезки кусачками. То же самое, в принципе, достаточно эффективно, но чтобы отрезать, нужно сделать прям резкое сильное движение. Да, то есть, вот он рез, ну, тоже немножко закосил. Из-за того, что как раз вот надо вот так вот резко довануть, он всегда чуть-чуть куда-нибудь доуплывает. Ну, чаще всего вот так вот и уходит. Ну, также ее надо после подрезки подровнять, сделать круглой и расширить входное отверстие во внутреннюю трубку. Ну, в принципе, использовать можно. Они здесь на краю получаются такие, как зубчики. Подшлифовки делать на шлиф-инструменте. Раньше я типа, ну, типа вообще идеально перпендикулярный творец на шлиф-инструменте на абразивном делал. Но это дело неблагородное. Почему? Потому что много абразива забивается как раз здесь в основании, в начале полиэтиленовой трубки. Кроме того, происходит нагрев и прилипает просто к пластику абразив. Ну, сейчас я, наверное, покажу. Вот у нас некрасивая ситуация, да? Когда загнуло неаккуратно петлю, да? И вот если ее подшлифовать на абразивном инструменте... Да, шумно. Ну, ничего. Ну, переживем. Ну, почти. Ладно. Ситуацию обрисовать хватит. Вот здесь у нас получилась практически идеальная плоскость. Ну, понимаете, да? Я торопился, все такое прочее. Получилась почти идеальная плоскость. Прилегание будет отличное. То есть, вот в этом колпачке она сядет и будет сидеть очень ровненько. Все будет хорошо. Но состояние кромки полиэтилена вот здесь оставляет желать лучшего. Во-первых, ее заплавило, завернуло там, зашкворило, грубо говоря. И она вот досюда примерно забита абразивом, который отскакивал от бумаги, от полотна. Не важно, это на бумаге делаешь, на камне. Все равно та же самая ситуация происходит. Она, абразив, отскакивает, и в разогретый полиэтилен тут на самой кромочке температура высокая. Полиэтилен начинает подплавляться, и к нему приклеиваются вот эти кусочки абразива. То есть, это, по сути дела, новую рубашку. Ты забиваешь абразивом прямо на входе. Ну, не знаю, в общем, мне это не по душе. И поэтому я просто стараюсь сделать рез, используя вот подобные кусачки, стараюсь сделать рез сразу более-менее удачным. Не получилось, ничего страшного. То есть, если тут у меня получился небольшой клинышек такой, да, можно попробовать еще раз. То есть, ну, вот это вот как у меня происходит. Вот так вот. Попробовал еще раз, посмотрел, как выглядит. Идеально перпендикулярности я не стараюсь добиваться. Если уж и есть необходимость, допустим, ну, какие-то там суперточные тормоза на какой-то очень дорогой велосипед, есть прямо необходимость, то вот здесь вот у меня кромочка, получается, выступает треугольничком, то абразив можно использовать. И, ну, это делается очень, скажем так, сейчас покажу, как просто. Очень мало и очень быстро. Для того, чтобы грязь, которая летит... Ну, и плюс я стараюсь на движение ленты делать так, чтобы грязь, которая, ну, отбивающиеся кусочки абразива, да, чтобы они улетали не внутрь, а улетали дальше. Все. Все, вот в таком виде, как бы, я ее поставлю. Я не буду выпендриваться, выделывать прям идеальную перпендикулярность. Просто закроется колпачком, и все это будет благополучно, хорошо работать. То есть, достаточно, на самом деле. Вот. Такий вот, такой вот резачок. Но есть нюансы по всем вот этим вещам. Чтобы перекусить вот этими кусачками рубашку, ну, двигаясь потихоньку, создаю давление, врез все равно получается, ну, он кривой у меня получается, потому что, во-первых, сами губки скошены. То есть, я, ну, глазом не точно вижу, где у меня будет прямой рез. Вот. Ну вот, получилось хорошо. Пойдет. Ну, и теперь надо, соответственно, отверстие раздать и так далее. Вот этими кусачками есть нюанс, неприятность, так сказать. Если двигаться медленно, это не самая дорогая рубашка, здесь хорошо закалены эти нити стальные. Здесь нюанс. Если я двигаться буду медленно, или, допустим, при захвате рубашки сделаю вот так. Смотрите, все, инструмент не работает. Я его сейчас немного испортил. Вот. Здесь появились ненужные заусенцы. То есть, инструмент немножко... Кстати, да, заметьте, он у меня... Это уже после третьей заточки. Здесь заточка, естественно, не на профессиональном инструменте, а кое-как. Так, чем под руку попадется. Плюс он у меня, вот этот винт, имеет возможность регулировки они, эти кусачки. Ну, понимаете, да, что инструмент любительский, используется в профессиональных целях. Он, естественно, долго не живет. То есть, если двигаться медленно, неуверенным движением, то рез не получится. Уверенное движение. Пожалуйста, ровный, сразу рез, прям с первого тычка. Придаем форму. Развальцовываем. Все. Можно использовать. Быстро, комфортно. Ну, в общем-то, соответственно, приглядел я на Бангуде, поскольку все-таки продолжаю сотрудничать с этими продавцами. Азиатами. Приглядел я у них вот такие вот кусачки. Очень похожи внешне они на Ice Tools. Да, то есть, если... Вот сейчас я как раз и буду их осматривать и смотреть, что это такое. То есть, они все это время лежали у меня в упаковочке, я с ними не знаком. Так, здесь идет в отличие... А, нет, не в отличие. Тут точно так же сделано. Да, то есть, металлическая вставка в обоях есть. Здесь вот пупырь какой-то торчит. Да, неприятный пупырь. Что это за пупырь они мне оставили? Твердость одинаковая, плюс-минус. Ну, естественно, они новенькие. Они еще работают прям классно. Отскакивает все. Пружинка еще справляется. Обжимочка здесь еще не точенная. И она уже ровненькая. Прям как надо. Ну, колодец этот с иголкой то же самое. Так, сейчас посмотрим, как оно работает. О, да. Чувствуется, что новый рез осуществляется легче. Металл после первого реза не поплыл. Это радует, потому что на этих после каждого реза там остаются следы от рубашки. Так, возьмем рубашку пожестче. Да, здесь стальные нити пожестче. Ну, да, в принципе. Так, она уже... Кстати, да, есть нюанс. Когда рубашка уже слишком короткая, то во время реза у нас получается, что одни нити обрезаются раньше, чем другие. Потому что в процессе реза ты там все равно руку как-то заворачиваешь, закручиваешь. И получается, что часть нити, они уже протягиваются. То есть я сейчас нити по всей рубашке растаскал по углам. То есть слишком короткий уже кусочек рубашки. Не хватает трения между оболочками. Ну, ладно, возьмем тогда еще раз. Резанем жагуайр. Да, ну, мягко режет, легко. Новый инструмент для частного использования и, в принципе, для небольшой мастерской. Я считаю, годная тема. Сейчас посмотрим, как она... Заточена ли она нарез. Ой, вообще красота. Прямо милое дело. Ну, просто этот уже очень бывалый. И этому изделию, если я не ошибаюсь, у меня в мастерской уже год три или четыре. То есть он уже очень бывалый, этот резачок. Соответственно, вот я заказал себе для личного пользования новый. Так, вот этот краешек мы отрежем. Тросик. Посмотрим, как режется тросик. Да, здесь тоже все легко, мягко. Рез ровный. Обрезанный участок не распушило. Ну, а вот после обычных кусачек немножко растряхивает. Немножко загибает их ворсинки. То есть после обычных кусачек здесь получается как бы такое утолщение. То есть если я сейчас капну клей для того, чтобы впоследствии... Ну, распушается легче. Для того, чтобы впоследствии было мне удобнее... Ну, допустим, я делаю обслуживание. У меня на этом краю одет наконечник. Ладно, давайте еще один наконечник угробим. Посмотрим на ситуацию, так сказать. То есть так, это у нас тормозная. Это у нас рубашечка переключения. Здесь у нас ситуация такая, что... Так, нет. Это у нас запаянный край. Кстати, насчет цены крилата, да, ну, суперклея. Это мне кто-то из ребят-подписчиков подсказал в комментариях под каким-то видео о том, что легче. За что вам, ребята, за подсказки спасибо? Потому что, ну, какие-то вещи для меня понятные. Я их знаю, да, и все равно подсказывают их. А какие-то вещи, да, действительно, новинка. Век живи, век учись. Много знаешь, все равно есть куда учиться. Так вот, ну, допустим, ситуация. Да, это дело у нас было зажато винтом в переключателе. Надо обрезать аккуратненько. Кромочку. Ну, и все. Кромочка обрезана. Вот это дело прокапываем, и все. Просто смысл в чем? Когда режешь такими кусачками... Ай-яй, ай-яй. Ну, получается, не всегда удачно. То есть, ее растрепывает. И бочкообразность получается такая, наверное, на кромке. При обрезке вот таким макаром... Я по привычке их это самое, ну, разжимаю. Но они, да, эти тоже, кстати, под конец хода, тоже чуть-чуть подзажаты. То есть, пружина не справляется. То есть, или это уже так стало? Да, скорее всего, винты просто не отрегулированы, не затянуты. Ну, типичный Китай, ребят. Что сказать? Так, тихо-тихо-тихо, не туда сую. Вот. При обрезке вот этим краем никакой вот этой бочкообразности тросик диаметра не изменяет. Просто после проливки клеем, если тут будет бочка небольшая, да, ее будет тяжелее продевать. Эта бочка может застревать в алюминиевых наконечниках. Тем более, если наконечник снабжен у нас пыльничком, да, то в пыльничек бочка вообще не хочет лезть, она реально там упирается. Этот рез свежий, поскольку здесь, ну, кромка все равно острая, он и то в резину упирается. А если будет здесь еще и бочка, то будет упираться сильнее. Пропихнуть все равно можно, да, то есть пользоваться такими кусачками, пожалуйста, но вот эта штука удобнее. То есть я вот сейчас специально заказал с Banggood, ну, мне просто их надо было освежить в любом случае, да, и поскольку там есть сотрудничество, то воспользовался им, заказал себе. И они будут действительно у меня в работе использоваться. Сейчас еще посмотрю тут, что у нас по регулировкам, потому что, ну, ага, вот смотри как. Они через раз что-то работают, потом, бац, не работают. Здесь, скорее всего, да, вот эти винты, они не очень надежно отрегулированы. Так, 12. Тут есть гайка, есть контргайка, то есть вот это винт, винт. То есть вот эта вот половинка у нас совершенно свободно бегает. тут у меня залито прям от души, залито смазки. Здесь масло с завода тоже присутствует. Это хорошо, прям очень хорошо. Ставим немного, немного потоньше слой. Здесь у меня чего сделано? У меня здесь использовано для того, чтобы не сбивалась постоянно регулировка. вот эти, когда были новыми, тоже хорошо резали, и проходили они абсолютно такую же процедуру. То есть у меня была взята тонкая шайба восьмерочка, как оказывается, я думал, она шестерка. Вот. И эта шайба, смысл в чем? Гайка достаточно твердая. Сталь, из которой сделан инструмент режущий, он, сталь эта тоже достаточно твердая. И в итоге у нас получается ситуация, что... Так, давайте-ка мы сюда мазанем что-нибудь на оську, чтобы полегче это дело там шевелилось. Вот так вот. Мазанем на оську и под шляпку винта, чтобы поменьше там затировал. Ну, потому что вот эта красота, да, хромировка, она все равно делается по меди. И пока это там медь там не выработается, не сотрется, пока там затиры не появятся, это все дело там будет немножко подлипать, подлагивать. Поэтому я вот смазочки капельку туда бабахнул. Вот. С помощью вот этого винта, соответственно, мы регулируем преднатяг, зазор. Если зазор будет значительный, ручка у нас будет очень легко нажиматься. Но расстояние между режущих кромок, да, оно из-за зазора может увеличиться. И тогда шансы, что у вас наперекос пойдет инструмент режущий, очень большие. На самом деле, ну, как видели, пользоваться можно не глядя. Прямо сразу купил и начал пользоваться. Вот. То есть все режут. Так. Не хочет мне с шайбочкой дотягиваться, да? Обидно. А, погоди. Или я гайки перепутал. Какая новая эта гайка. Вот эта новая красивее выглядит. Да, шайбочка сюда не влезет. Резьба сразу заходит. Начинается сразу. Так. Нужен еще один ключик на 12. на 12. На 12. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Так. Соответственно, еще раз до упора. Чуть отпустить, чтобы оно крутилось. и теперь я гаечкой пытаюсь законтрогаять положение. Ну, то есть вот эта контргайка, она упирается вот в эту щечку. В этой щечке резьба налезана. То есть вот эта щечка является у нас одновременно и гайкой, и щечкой. Посмотрим. Ход удовлетворительный. В плане свободности смотрим не будет ли у меня за этих самых перекосов не режет вообще оба. Вот сейчас прям режет отлично. После смазки, после регулировки. Видишь, то есть с одной стороны у нас гайка, она как ось выступает вот сквозь эту щечку, сюда она вкручена в эту щечку и вот эта законтрогаяна. Вот сейчас после смазочки, после обслуживания рез очень мягкий. Очень прям. То, что нужно было мне от нового инструмента. Да. Без лишнего вот этого усилия. Вот он сейчас разработался как раз. по смазочке. Еще я им попользуюсь немножко. Он появится люфт. то есть он проверяется вот так вот. Люфт появится. Еще разочек подрегулирую. Возможно, после нескольких регулировок надо подложить туда мягкую шайбу. Потому что вот у этих, у этого резака тоже не было возможности сразу ее подложить. Просто винт не дотягивался. Резьба не захватывалась. И чтобы стало можно это сделать. То есть прошло некоторое время, там была какая-то подшлифовка, где-то еще что-то. То есть, ну, отчасти может где-то, поскольку подшлифовка идет не на профессиональном оборудовании, да, не на шлифовальном станке, а это все делалось просто вот на машинке. Там где-то я, может быть, их геометрию им запорол, и, может быть, они у меня послужили бы подольше. Заточка инструмента подобного возможно и точить надо, ребята, сейчас уже рассказываю про свои ошибки. То есть точить надо не вот эту поверхность, блин, дайте чуть потоньше, не вот эту поверхность, да, а то, чем мы вот здесь вот, вот этот радиус. Ну, берем, разбираем, берем дремель и вот этот вот радиус создаем здесь вот острую кромку. Все подточили. Было так, этот, конкретно этот инструмент я точил уже много раз, и дошло до того, что так, сейчас покажу. Вот эти части уже замкнулись, а вот здесь вот вот здесь вот все еще был зазор. То есть я подрезал еще и подрезал еще и вот эту поверхность для того, чтобы кромки замкнулись плотнее. Потому что если кромки не смыкаются, то полностью аккуратного реза уже не добьешься. Там всегда будет оставаться какой-то недорез, какие-то кривые края. Кривые края типа вот, типа вот. Ну типа давайте покажу, что за кривые края. Возьмем, нет, возьмем длинную. Медленный рез. О, ничего себе, вот это я их собрал. Так, не, наверное, вот эту, потому что она все равно тяжелее режется. Вот так вот. Вот так вот. Вот недорез. Все, вот он недорез пошел. То есть края здесь, ну не знаю, макросъемка нужна. Края здесь такие загнутые, на разном уровне. Сказать, что типа рубашка плохая, ну давайте также Jaguar сейчас также отрежу. Вот, только со второй попытки, да, и тут то же самое получается, что они все зализанные, загнутые. То есть такая рубашка, такой рез, он тоже работать будет. в принципе, ну смертельного ничего, но для 9-ти скоростной трансмиссии Шимана, допустим, она очень чуткая, для 11-ти скоростных трансмиссий они все-таки чувствительные в силу того, что там на каждый шаг передачи небольшое перемещение тросика идет. Они чувствительны к подобным вещам, особенно вот эти шимановские девятки, срамовские десятки тоже очень чувствительны к подобным вещам. То есть вот эти вот загогулинки, кривульки, они не очень хорошо сказываются на качестве переключения. Допустим, вы криво обрезали, собрали, все работает, но чуть попала грязь, все перестало работать, потому что везде по чуть-чуть. А если бы обрезали ровненько, идеально, то когда чуть попала грязь, стало бы работать чуть похуже, но работать бы продолжило, то есть включалась бы более-менее четко. Ну, в общем, вот такая вот штука на сайте Banggood. Советую. Да, честно говоря, вот советую. Но она бюджетная, в принципе, не надо разоряться как на Park Tool. Для домашнего использования более чем достаточная вещица. Вот, то есть я в мастерской буду ее использовать. Прям вот новенькая, здорово, давно хотел. Все, всем пока, ребят. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok